«Наташа, а как ваше финансовое положение после Нового года?» «Всё хорошо. Захожу в магазин погреться». «Алло, Кисуня, что делаешь?» «Лежу в постели. А что на тебе? Тарелка с голубцами». Светка была такой заботливой женой и так берегла своего мужа, что всё время пользовалась чужим. «Ваня, я беру все свои слова обратно. Я что-то не понял. Валюха, ты решила таки извиниться?» «Да не, я новые придумала». «Моня, какой всё-таки грех, что у нашей Софочки ребёнок родился до свадьбы! Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?» «Хаим, я слышал, вы женитесь?» «Таки да. И как ваша будущая жена?» «Ой, сколько людей, столько и мнений. Маме нравится, мне нет». «Сопочка, можно с вами немного посидеть?» «Немного нельзя. Со мной сидеют сразу и на всю голову». «Мужчины, кому за сорок? Перестаньте бегать за девушками, кому за двадцать?» «Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта». «Секрет долголетия. Ешьте больше фруктов и меньше друг друга». «Семейный обед. Тёща, зятью. Зятёк, отрежь мне колбаски. Сколько отрезать-то, мама? А сколько не жалко?» «Не, мам, я так тонко резать не умею». «Говорят, что рыба полезна для мозгов. Не знаю. Я и селёдкой лоб натирала, и карася к голове прикладывала». «Академия. Возьмите несколько минут. Продолжение следует...